QR-коды, которые помогают выздороветь маленьким пациентам. Больничные клоуны НОС разместили в палатах детских отделений областной больницы наклейки, благодаря которым можно перейти на сайты, где находятся ролики со смешными историями или сказками, которые читают волонтеры. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. Я люблю принцесс и героев. Варя с мамой прочитали почти все книги, которые есть в игровой комнате отделения. Лечение долгое, но скучать не придется. На этажах детского корпуса появились новые наклейки с QR-кодами. Наводишь гаджет и по ссылкам попадаешь в настоящую сокровищницу. Варвара выбирает сказку про снежного медведя. Ролик заинтересовал тем, что у меня в телефоне в основном моя работа. Нет ничего. Так как мама сидит в телефоне, я же тоже надо повторить все это. А включить нечего. Но ей будет интересно включить эти мультики. И она будет познавательная для нее. И рассказывает, она любит их перелистывать, пересматривать картинки, рассматривать все детали. Каждую детальку, где что нарисовано, где птичка, где веточка. Она пересматривает. Ей будет интересно. Лучше настроение, ближе выздоровление. Об этом говорят медики, которые всегда рады визитам волонтеров. Больничные клоуны НОС с областной клиникой сотрудничают уже 6 лет. В последние полтора года формат работы пришлось изменить. Из-за карантина перестали пускать в отделение. Пришлось выходить онлайн, устраивать мини-концерты под окнами и снимать ролики. Потом пришла идея начитывать сказки. Чтобы поделиться историями в интернете, вели переговоры с издательствами. Какие-то произведения разрешили выложить в широкий доступ. Другие только для пациентов больниц и реабилитационных центров. Как сделать так, чтобы большее количество детей смогло увидеть этот контент? На помощь пришли QR-коды. Такой видеоподкаст. Есть картинка и закадровый голос, который читает нескольких героев. А на ютубе короткие клоунские гэги смешные. На разные возраста сказки есть и для совсем малышей, которым будет интересна яркая картинка. И также клоунские гэги есть, которые детям совсем маленьким интересны. Но есть и сказки, которые могут послушать не только дети, а даже взрослые. Ну а приходить в больницу клоуны после полуторагодовалого перерыва начали уже во второй половине ноября. Наталья Цобина, Алексей Зубила, Новость ОТС.